Во имя Отца и Святого Духа, дорогие братья и сестры, нынешний осенний день, мы с вами празднуем праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, который искон не является нашим русским праздником и впервые был установлен именно у нас. В России его празднуем не с того самого времени до сегодняшнего дня. Мы почитаем Пресвятую Владычицу Богородицу, которая своим невидимым покровом простирает его над всей нашей русской землей. Праздник этот имеет историческую основу, и основа его возносится к Византийской империи, когда Византийская империя разделилась на Западную и Восточную, и Восточная империя была столица, организованная императором Константином, город Константинополь, и в это время начинается уже нашествие Османского и Турецкого, Кулчич, к тому, чтобы захватить эту столицу, которая в конце концов упала, как вы знаете, в 1453 году. Но это событие имело место в 11 веке, и было оно, произошло в храме близ града Константинополя, храм так именуется Бакенский, он существует сегодня до сегодняшнего дня, и там совершаются божественные духи. И именно здесь было видение двум русским инокам, Андрею и Премудрому Епифанию, которые, возможно, попали в Константинополь из плена или еще каким-то путем. Но когда совершалось теношное втение, когда оно длилось обычно всю ночь до утра, то под утро святые Христа Радио Родио Андрея увидел, как при чистой Богородице Дева вошла в храм и начала молиться за всех предстоящих в храме в этом, и затем зашла в алтарь, и когда выходила из алтаря, то распростерла над всеми свой покров или покрывало, которым голову она укрывала, и тем самым этим покровом она как бы защитила невидимым образом весь граф Константинополя, тех нашествий, которые его ожидали в будущем и которые продолжали до сегодняшнего дня. Это событие видел не только один Андрей, но с ним стоял еще Епифаний, и когда его Андрей спросил, видишь ли, отче Пресвятую Деву, он ответил, вижу, отче, и ужасаюсь, и молюсь ей. Вот такое событие, которое имело место в 11 веке до сегодняшнего дня, мы с вами все празднуем, совершаем и почитаем покров Пресвятой Богородицы, ибо у нас на Руси всегда особенно считаются те даты, которые связаны именно с Пресвятой Владычной нашей Богородицы, будь то ее 20-й праздник или почитание святых икон, или как данный случай покров, который является великим праздником. В честь праздника покрова Пресвятой Богородицы в нашей стране было вознимано множество храмов, и самый один из знаменитых из них, это храм, как он сейчас его именует, иногда Василий Блаженный, но на самом деле это храм покрова, который находится на Рву, на Красной площади. Покровский женский монастырь, который мы именуем Матренушкин, и где покровена, погребена Святая Богородица Матрёна, тоже имеет название Покровского, и наконец Московский духовный школа, храм тоже именуется Покровский, мы там сегодня престольный праздник, и всегда в этот день бывают актовые вечера, посвященные окончанию предыдущего учебного года, и как бы начало подводится тому, что произошло в новом текущем году. Поэтому праздник большой и почитаем, особенно у нас, как я уже сказал, здесь, на Руси. И еще по традиции, которую благословил Святейший Патриарх Алексий II до сегодняшнего дня, эта традиция продолжается, мы в этот день вспоминаем тех, кто находится, как мы говорим, в местах не столь отдаленных, или иначе говоря, в заключении, в тюрьмах, колониях, ссылках и так далее. К сожалению, количество такого народа в нашей стране очень большое, называют разные цифры, они колеблются, мне кажется, даже около одного миллиона человек. Это большое, на самом деле, количество людей, которые оступились, нарушили закон, преступили его и совершили различные преступления, которые в той или иной мере причинили вред окружающим людям, они поэтому были осуждены. И вот они отправлены в эти места, и, конечно, как я говорил на предыдущей проповеди, не сами они их совершили, а совершил тот дьявол, который в тот момент или в то время вселился в их душах и руководил их действиями, и они попали под власть этого нечистого духа и совершили то или иное деяние, которое, конечно же, не должны были совершать, и которое противоречит всем человеческим устоям, особенно, если мы говорим о приставах и других тяжких преступлениях. Но, тем не менее, мы помним об этих людях во многих тюрьмах и во многих колониях сейчас есть храмы, и во многих СИЗО в Москве, в частности, тоже. Мы окормляем один из храмов, помогаем окормлять, который находится в Перерве, рядом с Перевинским монастырем, и пооказывать им всяческой посильную помощь. И вот сегодня мы возносим нашу любую молитву о тех, кто оступился, и просим, чтобы Господь милостивно своим оком презрил на их погрешения, простил им их и поставил их на истинный путь вратолюбие и покаяние. И милостью Божией такие люди тоже есть, и после того, как возвращаются, они начинают вести нормальный, обычный образ жизни, несмотря на то, что с ними произошло в те или иные времена. И поэтому, по традиции, сейчас, после Божественной Литургии, мы осуществляем сбор средств, при выходе, пожалуйста, пожертвовать на кружки, которые будут стоять, и мы эти потом средства перечисляем в фонд, который отправляет их на нужды заключенным, на то, что им необходимо, и перераспределяется как бы централизованно. Вот такое сегодня событие мы с вами празднуем, такой праздник. И милостью Божией в этом году, как никогда, стоит прекрасная погода. Я обычно в это время, очень часто на покров, может быть, несколько лет там назад, и снег выпадал, и не на себе была, но вот Господь нам даровал последние лучи солнца, и в честь покрова Пресвятой Богородицы, это особенно радостно и приятно. Всех вам поздравляю с этим праздником и желаю, чтобы покров Царицы Небесной всегда простирался над всеми нами грешными и оказывал нам всесильную помощь. Аминь. Праздник! 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА